На сегодняшний день аудит, который проводится в Министерстве обороны РФ, выявил исчезновение 11 триллионов рублей. Аудит еще не закончен. Сегодня Шойгу не за решеткой, а возглавляет Совет Безопасности РФ. Страна чудес. Они заблокировали, Бусти заблокировали алканавтера, Бусти заблокировали разведоса. Российский сервис Бусти, который создавался как клон Патреона для россиян после введения санкций, заблокировал нескольких известных Z-блогеров, которые собирали деньги на убийства украинцев. В Z-каналах уже стон. Владелец канала Крупнокалиберный Переполох жалуется, что не сможет больше помогать оккупантам. Это удар в спину. Круто, господа, круто. Теперь нам больше нечем будет помогать фронту. Просто замечательно. Это удар в спину. Курортный сезон в Крыму летит кувырком. Россияне массово отменяют туры, сообщает ГУР. Ситуация на территории временно оккупированного Крыма повлекла массовую отмену туров для незаконного отдыха на курортах полуострова. От организованных на июнь 2024 года туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% в россиян. Прежде всего, россиян, передумавших греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью. В частности, на массовый отказ россиян от отдыха в Крыму повлияла ненадежная и смертельно опасная работа системы ПВО-захватчиков. Еще один фактор риска – уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики. Гуру Украины напоминает, незаконное посещение оккупированного Крыма опасно для здоровья и жизни. Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. А тем временем у России заканчиваются запасы советской военной техники. К таким выводам пришли журналисты газеты «Экономист», проанализировав данные разведок и мнения военных аналитиков. По информации издания, за два года войны Москва потеряла около 3000 танков и 5000 единиц другой бронетехники. В то же время изготовить она может лишь 30 новых танков за год. Производство и ремонт военной техники затруднены в России из-за отсутствия нужных компонентов. Раньше важное оборудование, такое как подогреватели топлива для дизельных двигателей, высоковольтные электрические системы и другое прочее оборудование, поставлялось из Европы. Но из-за санкций поставки прекратились, а китайские аналоги не соответствуют стандартам качества, отмечает эксперт по российскому военному потенциалу Вашингтонского центра анализа европейской политики Павел Лузель. По оценке Международного института стратегических исследований, за минувший год из 1500 поставленных на фронт российских танков, 85% были старыми. В основном это снятые с хранения Т-72, Т-62 и даже Т-55. Аналитики подсчитали, что при нынешних темпах потерь, российская бронетехника достигнет критической точки истощения ко второй половине 2025 года. И если ничего не изменится, то уже в этом году российской армии придется изменить свою тактику на более оборонить. Выяснилось, что для нас это проблема. Что в этой ситуации будет делать Кремль и действительно ли Россия не способна найти новые источники этих поставок? Об этом мы спросили военного обозревателя Давида Шарпа. Россия предпринимает максимум усилий, во-первых, для увеличения объемов производства, и во-вторых, для поиска компонентов, разного рода компонентов. Для этого, естественно, используется и контраганда через третьи страны, поставки, закупки осуществляются, причем по всему миру. Наиболее понятные и известные случаи – это Иран, Северная Корея. По утечкам Пентагона в свое время боеприпасы искали, например, для установок ГРАД и в Египте. Я думаю, что к Китаю непрерывно обращаются с просьбами о закупках, хотя Китай, насколько известно, на данный момент не передавал России именно боеприпасы, именно технику военную. Приходится адаптироваться. С одной стороны, наращивают мощности где-то возможные закупки, с другой стороны, экономить приходится. И, насколько известно, из украинских же источников, я имею в виду воюющих, в последнее время очень много наступательных операций российская армия ведет с опорой на пехоту. То есть, с одной стороны, артиллерийский огонь, беспилотники, авиация используются в больших объемах, но вот военные техники и бронетехники, которые, очевидно, есть дефицит и, очевидно, велики потери, ее используют на многих участках фронта меньше или намного меньше. Так что, да, приходится адаптироваться, но это не значит, что без техники, которая в дефиците, нельзя обороняться и нельзя вести наступательные действия, по крайней мере наряде участников. Победим Украину. Осталась неделька. Все. МВД Польши проводит расследование в отношении местной компании, которая продавала запчасти для иранских беспилотников. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. Он назвал дело абсолютно пугающим и, по данным местных СМИ, некая госкомпания из города Познань поставляла запчасти для иранских шахедов. Эти беспилотники используются россиянами для атак на Украину. Этим делом занимается агентство внутренней безопасности. Действия есть, главное сделать выводы. Речь идет о продаже в Иран компонентов, связанных с двигателями топливных насосов, компаний по производству тракторов. То есть, на первый взгляд, это вполне безопасная сделка. Но вы видите, насколько чувствительными нужно быть, чтобы продавать что-либо. Странам, которые строго сегодня поддерживают Россию в нападении на Украину и поставляют им военную технику или элементы этой техники. Поэтому, тем более, подобные сделки должны находиться под контролем спецслужб. Эти службы работают. В этом отношении были извлечены уроки. Если это было так, то это действительно должно быть прояснено, и последствия этого факта должны быть абсолютно определены. Я недавно был в Украине, в том числе и во время атаки этих беспилотников, о которых идет речь. Это ужасающий инструмент для причинения смерти невинным людям. Это инструмент для разрушения человеческих жизней. Невозможно согласиться с тем, что в этом есть или может быть какая-то польская причастность. Потому что любое действие, а на это надо знать физику, вызывает противодействие. Боеприпасы, противотанковые ракеты и артиллерийские орудия. Лондон планирует передать новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Великобритании. Уже сегодня президент Украины выступит на заседании британского правительства. И он станет первым иностранным гостем, присутствующим на заседании, собственно говоря, британского правительства. После президента США Билла Клинтона в 1997 году. В преддверии своего выступления президент Украины заявил, что горячая фаза войны может закончиться уже к концу этого года, если союзники Украины останутся сильными. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью BBC. В случае победы Дональда Трампа на выборах в США, президент Украины планирует привлечь на свою сторону его вице-президента Джейди Венса, который не раз критиковал поддержку Украины. Киев также рассчитывает получить от Британии разрешение на ответные удары западным оружием по территории России без ограничений по дальности. Нам нужна очень сильная поддержка со стороны премьер-министра. Нам нужно это решение о дальнобойном оружии. Нам это очень нужно. Они целятся в наши больницы, школы, университеты. Как я уже говорил, они атакуют мирных жителей. Вокзалы, поезда, автобусы. Бьют по центрам городов, по музеям, церквям. Они разрушили 176 церквей в Украине. С людьми или без для них не имеет значения. Они сумасшедшие люди, действительно сумасшедшие. Чего мы хотим? Мы просто хотим отвечать точно по той точке, из которой они стреляют по нам. Мы ни на кого не нападаем. КОНЕЦ